Меня зовут Артем Николаевич Полторацкий, я руковожу отделом организации доклинических и клинических исследований в нашем учреждении. Доклинические исследования это то, что касается лабораторных исследований на биологических моделях. Клинические это то, куда приглашаются пациенты. Поэтому я могу отвечать вам как на те вопросы, так и на другие. Сегодня мы выбрали тему информированного согласия в клиническом исследовании. План сообщения следующий. Сначала я расскажу свое видение, почему выбрал именно эту тему, для того, чтобы мы начали с вами диалог. Второй пункт это то, что такое вообще информационный листок, что такое форма информированного согласия. И мы с вами обсудим те вопросы, которые лучше всего помнить, знать и обсуждать с врачами и исследователями, если вдруг вам предложат клиническое исследование. Мне, чтобы понимать, аудитория, может поднять руки, кто участвует в клинических исследованиях или кому предлагали клинические исследования? Есть такие люди? Ну вот в клиническом исследовании по онкологии есть кому предлагали участие? Есть, да, такие? Да, вот кто читал информированное согласие? А кто подписывал? Вы участвовали? Ваш супруг подписывал? Хорошо, тогда вы меня, если что, подкорректируете, поддержите или, наоборот, опровергните. Потому что, вот, например, в теме, почему я выбрал информированное согласие как самый актуальный момент, потому что Всемирная организация здравоохранения 30 последних лет проводит постоянный анализ осведомленности участников клинических исследований о том, что они, собственно говоря, подписали. Вот ваш супруг, он, когда подписывал информированное согласие, он все понял, как вам кажется? Ну, ему давали лекарства и проводили МРТ и анализы, он согласился с этим. Ну, согласился, да. Что было пожертвование? Лекарства что было? Пожертвование. Паталор пожертвования. Так, это для меня что-то такое не вполне понятное, но ситуация следующая, что клинические исследования – это единственный способ, в общем-то, достоверно доказать эффективность и безопасность любого лекарственного препарата. Согласно существующему законодательству, надо обязательно провести клиническое исследование на территории Российской Федерации, чтобы этот препарат мог появиться в аптеке. Это понятно, да? Поэтому все клинические исследования, которые проводятся, они сделаны для того, чтобы доказать эффективность и безопасность препарата. Самый основополагающий нормативный документ, который позволяет проводить этот клинический исследование – это именно информированное согласие. У нас есть что-то об ибротинибе. Ну, название препарата не имеет значения, да, но идея такая, что если вы участвовали в клиническом исследовании, вам предоставляли вот этот документ, да, вы читали, изучали его, и в целом вот в этом информированном согласии содержится вся информация. Но при всем при том, да, всемирная организация здравоохранения постоянно работает вот с родственниками, с пациентами, участниками клинических исследований. И по этим, по результатам этих исследований, следующие данные, что от 5 до 75% только понимают, что они подписали. 25% вообще почти не понимают пациентов о том, в чем они там согласны, не согласны. И на мой взгляд, это, в общем, конечно, плохо. Потому что если вам дают бумагу, и вы вот в таком автономном режиме подписываете это, несмотря на то, что вам даже рассказывают, вы находитесь там, может быть, на своей волне, на какой-то там, думаете о чем-то своем, и вы, может быть, там не прислушиваете к словам исследователей, подписываете это все автоматически. Это плохо. Конечно, вы можете возразить и сказать, что онкологические пациенты – это те пациенты, которые готовы на любые эксперименты, лишь бы избавиться от своего заболевания. Но все равно понимание, да, оно очень важно. Объясню почему. Потому что если мы с вами не знаем, что подписываем, да, какие последствия нас ждут. Это недовольство пациентов и родственников того клинического исследования, в котором участвуют. Но это по умолчанию. Вы подписали какую-то бумагу, вас куда-то вовлекли, да, вы вроде как осознаете, что-то, но не в полном объеме. И в итоге у вас происходит ситуация такая, что вы, ну, не понимаете, что там, да, что с вами делают, куда вас ведут, зачем вас просят перейти в центр. Вы находитесь в таком состоянии, что в целом, наверное, психолог меня поддержит, что по данным той же самой Всемирной Азиации Здравоохранения развиваются тревожно-депрессивные расстройства у пациентов. Они не понимают, да. И, в свою очередь, вот это вот непонимание вот этого процесса приводит к тому, что результаты исследования, они могут оказаться, ну, другими. Почему? Потому что современной онкологии большое значение уделяется, скажем, влиянию на качество жизни пациентов. Да, если пациент находится в тревожно-депрессивном состоянии, от того, что не понимают, в каком процессе он участвует, то в целом это может оказаться... Ну, там даются такие опроснички специальные. Вашему супругу давали опросники? Не помните, да? Не знаю. Вот, это не договор, кстати говоря. Да, я хотел что еще обсудить с вами обязательно, чтобы вы понимали, что это не договор, что это информационное согласие. Да, то есть это не то, что там вы подписываете какой-то договор. Это бумага, вот у нас там, я открою потом файл, в среднем 30 страниц текста. Да, 30 страниц текста, из них 27 – это информация, мощная информация, которая вас должна наполнить, вы должны все осознать, все понять. И только последние две странички – это подписные. То есть это не договор. Вам условно сообщают о том, что там планируется. Вот, следуя дальше по плану. К чему вот еще приводит непонимание вот этих информационных согласий, когда вы подписываете, не очень пытаетесь разобраться во всем. Это негативное влияние на результаты. Вот я сказал, да. Рост жалоб обращения в страховые компании и снижение популярности клинических исследований среди врачей и пациентов. Неонкология Петрова с целью обеспечения доступности самой современной медицинской помощи в регионах пытается постоянно развить вот эти вот клинические исследования в регионах. В Калининграде, Мурманске, Пскове и в других там северо-западных частях. Там на месте врачи отказываются работать по клиническим исследованиям по одной простой причине, потому что они говорят, что это слишком сложно. Это слишком сложно, это большое количество жалоб. И поэтому я что хотел сказать, что на мой взгляд большое значение как раз объединение пациентов могут сделать следующее. Объяснять вашим родственникам, друзьям, близким, если они скажут, что вам предлагают участие в клиническом исследовании, не относитесь к этому формально, попробуйте разобраться, попробуйте взять вот это информированное согласие, прочитать его очень подробно, ответить на все вопросы, задать еще какие-то дополнительные вопросы, которые вы не можете сами ответить, передастовать их к врачу. Здесь вот мы выбрали такой слайд, айсберг, чтобы подписывая информированное согласие, у вас не было ощущения, что вы понимаете только какой-то процент, небольшой, там 10% вот этого клинического исследования, чтобы вы понимали все, да, чтобы вы знали вот что вам предлагают, чтобы вы понимали, что клиническое исследование это все-таки исследование, чтобы у вас не было какой-то там иллюзии ненужной или наоборот какого-то неправильного ощущения, чтобы вы могли сделать полноценную оценку той информации, которую он предоставляет. Почему? Потому что если вы знаете, то происходит очень важная составляющая, это формируется терапевтическое сотрудничество между врачом и пациентом, это очень важно. И в онкологии важно, и в других нозологических каких-то группах тоже очень важно, потому что когда вы понимаете, что вы участвуете в мощном процессе, потому что клиническое исследование это не процесс, только ваш врач-исследователь и вы. Изначально вот эту молекулу, да, лекарственный препарат придумал какой-то гениальный ученый. Этот гениальный ученый провел там бесчисленное количество существов, обдумывая свою идею. Этот гениальный ученый в коалиции с другими гениальными учеными придумал, как эту форму можно там предоставить пациенту, как ее вести, как она будет действовать. Большое количество людей разработало протокол, большое количество людей разработало информированное согласие, чтобы вам сообщить в достаточно, скажем, сжатой форме ту информацию, которую они выносили иногда десятки лет. Потому что вот генерация идеи создания препарата до клинических исследований проходит десятки лет. И поэтому, если вы понимаете, что вы участник вот этого мощного процесса, если вы дали свое добровольное согласие участвовать в этом процессе, то у вас появляется совсем другая энергетика этого процесса. Ну вот, а что дальше? Снижение частоты вот этих тревожно-депрессивных расстройств. Потому что если вы понимаете, участником чего вы являетесь, то вы не тревожите, вы понимаете, что в целом вы дали осознанно свое согласие, и в этом согласии вы уверены. Вот. Снижение необоснованных претензий. Это скорее важно для врачей и исследователей, чем для пациентов. Почему? Потому что любая претензия пациента к врачу-исследователю, она не так страшна, потому что все делается в рамках существующего законодательства и нормативных актов. Например, ICHGCP, основополагающий акт, согласно которому проводятся все клинические исследования. Причем история создания вот этой вот нормативной практики, она не такая большая. Всего около 20 лет все работают по одним правилам. Согласитесь, для эволюции, для цивилизации людей это совсем небольшой срок. И вот 20 лет человечество работает по этим правилам, и поэтому врачи в общем сейчас работают по этим правилам. И очень печально, когда пациенты остаются чем-то недовольны, когда они необоснованно жалуются. Почему? Потому что это неправильно, это нехорошо. Я считаю, что если врач отработал правильно, все сделал, согласно всем необходимым требованиям и требованиям этики, и пациент получил все необходимое до медицинского обслуживания, то, конечно, жалобы, наверное, не самый лучший вариант. Рост медицинской грамотности. Почему? Потому что каждое информированное согласие, оно несет в себе помимо конкретной информации по конкретному исследованию еще и в общем что-то такое, что повышает грамотность пациентов. Они знают о своих правах, да, они знают к кому можно обратиться. Поэтому информированное согласие такой вот, скажем, святой грааль, да, ваших прав, да, и святой грааль вообще клинических исследований. Итак, переходим потихонечку к составу информированного листка. Да, информированный листок – это большая часть вот этого документа, который вам предоставляется. Если в среднем там 30 страниц занимает, да, то это 27 страниц текста, в котором содержатся обязательные составляющие. Я, если хотите, мне просто надо понять, перечисляем мы все вот эти вот составляющие или вам все-таки интереснее как-то пройти и почитать какое-то информированное согласие. Как вам самим интереснее? Как лучше сделать нам, скажите? Рассказываю. Хорошо. Я тогда остановлюсь на самых таких важных составляющих, потому что информированное согласие у нас, ну, документ большой. Если мы сейчас начнем в него вот влезать прямо вот сейчас, можем увязанность, как говорится, да, потому что если в общем не конкретно, то вам может быть скучно. Я не хочу, чтобы вам было скучно. Поэтому если у вас возникнут какие-то вопросы, вы поднимаете руку, задавайте. Но в целом я тогда расскажу про по самым основным моментам. Хорошо. Тут у нас, я не знаю, есть указка, нет указки. Но первый пункт, да, вот эти данные по исследованию всегда, когда вам дается документ, там будет, что это за исследование. Мы можем открыть сейчас этот PDF-файл? Да, наверное, я думаю, так будет поинтереснее немножко. Тут специально мы заштриховали, потому что вот это сообщение было согласовано с этическим комитетом, чтобы не было никакой популяризации какого-то конкретного исследования. Мы просто оставили ту информацию, которая не имеет никакой, ну скажем, информационной конкретной нагрузки для конкретного исследования. Когда вам дают информирование согласия, вы всегда можете видеть обязательно вот эту версию информирования согласия, да, и название исследования. Вам надо обязательно ориентироваться. Ну то есть я вам рассказываю, что вам надо, это имеется в виду, что вы должны задавать вопросы, если у вас возникает. Потому что вот вы можете прочитать вот это вот название, сейчас, которое у нас фигурирует. Многоцентровое, открытое, рандомизированное исследование, третья фаза с целью сравнения. Тут вот у нас Ш. Со стандартной химиотерапией на основе препаратов платина с первой линией терапии у пациентов с распространенным Ш. С высокой экспрессией Ш. Вот это мы сейчас заштриховали. Алёля, так слышно? Да. Просто вот исходя из этого названия уже могут у пациента быть вопросы, правильно? Да, вот какие у вас вопросы могут быть, вот уже исходя из названия? Давайте немножко такой вот интерактив введем, чтобы было понимание о том, что... Это важно, что первая линия. А вы понимаете, что такое первая линия? Конечно, не важно. Первая линия? Я понимаю. Вы молодец. А кто не понимает, что такое первая линия? Вот, смотрите, да. То есть, соответственно, первая линия. Вы можете рассказать, что такое первая линия? Ну, например, вы, пожалуйста, микрофон. Ну, первая линия, например, я уже приняла какое-то лечение. У меня была химиотерапия. У меня уже это не будет первая линия. Всё правильно. Правильно? Всё правильно, да. Мне всегда нравится, когда пациенты знают больше, чем врачи, а когда они знают, как врачи, тоже хорошо. У нас всё подковано. Да, в общем, это хорошо, когда подковано. Поэтому всё правильно, да. Первая линия – это те пациенты, которые не получали никакого предварительного лечения, скажем так. Вот. Третья фаза. Обычно вот вызывает вопросы фазы, потому что это важно. Да. Скажем, составляющая эксперимента, она зависит от фазы. Всего принято, да, в практике четыре фазы клинических исследований. Первая, вторая, третья и четвёртая. Как говорил один из моих учителей, чтобы чётко определить, там, первая и четвёртая фазы, в чём отличие. Допустим, мы с вами все вместе оказываемся на небитаемом каком-то острове или на новой планете. Выходим вот на какую-то там полянку и видим там какой-то красивый куст с очень такими красивыми фруктами. Да. Но мы находимся в необычной ситуации, мы не знаем, что это за фрукт. Да, и поэтому мы голодные уже, да, мы хотим есть. Что мы делаем? Мы просим какого-то там одного самого смелого надкусить этот фрукт. Да, и посмотреть, что же это такое там, как вообще будет. Он вот берёт этот фрукт, надкусывает. Мы смотрим, он вроде ничего такое, вот улыбается хорошо ему. Просим его, теперь уже и пережуй, так сказать, и проглотни. Вот он жуёт, глотает, и мы смотрим и говорим, ну, да, неплохо, хорошо, наблюдаем за ним. Видим, что вот в целом есть, да, вот он может съесть и вроде как безопасно. Это к чему? Что первая фаза – это определение, прежде всего, безопасности исследования. Так, это я отвечу хорошо. Вот, это безопасность. В дальнейшем мы понимаем, что один человек – это конечно хорошо, но вдруг там вот на других скажется этот фрукт как-то по-другому. Поэтому мы просим уже другую группу людей, уже немножко побольше, там ни одного, там ни двух, ни трёх, ни пять, ни десять, а уже немножко побольше группы, там, что вот возьмите тоже надкусите, так же, как вот тот сделал, пережуйте и проглотите. И мы посмотрим. Вот они вот пережёвывают, глотают, и мы смотрим и говорим, что ну да, это неплохо. Это, ну, условно, да, это уже побольше мы получаем информацию, это для понимания, ну, это условно вторая фаза. И вот мы понимаем, что в целом этот фрукт мы можем переживать, проглотить и спрашиваем мнение. И нам говорят люди, да, вы знаете, даже ещё и вкусно, помимо того, что вот мы переживали, ничего у нас тут не болит, и вкусно, и наелись мы. И мы уже тогда говорим, а, отлично, тогда вот мы все там почти навалимся на это дерево и начнём вот именно так вот, как вот прописано, с первым был пациентом, кусать, жевать и вот. Это третья фаза. Четвёртая фаза – это фактически уже постмаркетинговое исследование, ну, или исследование, когда препарат зарегистрирован, мы собираем информацию, как вообще вот этот фрукт, он вот в популяции прижился. Вот. Тут есть вопрос, что такое многоцентровое исследование. Многоцентровое – это значит, что много центров. Да, если многоцентровое – это значит, что не только вот то учреждение, где вы обратились за медицинской помощью, вам предлагают клиническое исследование, это то, что много-много центров. Это по всему миру иногда бывает, иногда бывает в России какое-то исследование внутреннее, но это хорошо, когда многоцентровое исследование – это неплохо. Да, это значит, что по одному и тому же протоколу, по одному и тому же исследованию работают большое количество врачей и большое количество пациентов. Я с вами, чтобы не задерживаться, так совсем не увязать, да, есть какие-то вопросы ещё у нас? Рандомизация. Рандомизация – это хороший вопрос. Почему? Потому что, расскажу, один из последних у нас таких сложных разговоров с пациентами было, это то, что они не поняли, что такое рандомизация. Да, они участвовали в клиническом исследовании, когда они давали согласие, они были уверены, что они попадут в группу исследуемого препарата. Им объясняли, что такое рандомизация, пытались, как говорят врачи-исследователи, объяснить всё чётко, что это значит. Но, в целом, рандомизация – это непредсказуемый процесс распределения в ту или иную группу. Клиническое исследование, идея его в следующем. В онкологии обычный дизайн такой. Берётся золотой стандарт лечения заболевания. Золотой стандарт – это что это? Это самая эффективная, доказанная и всеми экспертами признанная терапия. Сравнивается с либо такой же терапией плюс исследуемый препарат, либо просто какой-то исследуемый препарат. Да, и распределение вот в эти две группы, есть понимание, что это группы разных пациентов, которые получают лечение. Распределение в эти группы, если это рандомизация, это непредсказуемый абсолютно для врача и исследователей, для пациента процесс. То есть никто не знает, куда попадёт. Если вы подписываете информированное согласие и у вас написано, что это рандомизированные исследования, то это значит, скорее всего, что вы можете оказаться в какой-то группе во время рандомизации. Ну вот смотрите, вот здесь конкретный пример. У нас открытые рандомизированные исследования третьей фазы с целью сравнения ШШ со стандартной химиотерапией. У нас две группы. У нас есть группа, которая получает препарат ШШ заштрихованный и со стандартной химиотерапией. Поэтому, когда пациент, допустим, он читает в информированном согласии информацию по исследованному препарату, у него может сложиться ощущение и желание получать этот исследованный препарат. Или у него может сложиться желание и ощущение получать стандартную химиотерапию. Но гарантировать ему никто не может, в какую группу он конкретно попадёт. Потому что рандомизация – это тот процесс, который нами не регулируется. Это хороший вопрос, потому что есть ещё одна из характеристик. Это слепое исследование. Слепое и не слепое. Или открытое. Вот здесь конкретно у нас название написано «открытое». В открытом исследовании все знают, что получают. И врач, и пациент, все знают. Да, в слепом исследовании могут не знать, что пациент бывает двойное слепое, когда и врач-следователь не знает, и пациент не знает. Бывает просто слепое. Поэтому бывает. Это всё надо обсуждать. Поэтому если вы хотите конкретно участвовать в какой-то группе конкретной, вам обязательно надо вот это всё уточнять. Так, дальше я позволю себе пробежаться немножко голубым, потому что у нас, наверное, уже по времени нет. У нас времени всё хорошо. Нормально ещё? Потому что у меня там программа «Ого-го». Да, хорошо. Вот, дальше. Основная часть – это, ну, условно, вот идентификационные данные. Да, это обязательно у вас есть тут код исследования. Код исследования – это что? В мире сейчас, в настоящий момент, пока мы с вами разговариваем, проводится порядка десятка тысяч исследований. Да, если выйти на самый такой известный сайт clinicaltrial.gov, да, то вы можете посмотреть, сейчас только там в онкологии порядка, по-моему, 15 тысяч исследований проводится в настоящий момент. То есть, поэтому каждое исследование, помимо своего названия, имеет ещё и вот ID, да, код исследования. Clinicaltrial.gov. А там дальше будет ссылка, я вам, и вы сможете, да, посмотреть. Там очень интересный сайт, и всем полезный, мы всем рекомендуем там искать информацию. Ну, современные технологии позволяют достаточно удобно пользоваться. Знаете, этот гугл-переводчик, он переводит идеально на сайт, ну, не идеально, но тем не менее. Да, поэтому я думаю, что вы справитесь совершенно спокойно, там никаких сложностей нет. Даже с китайского языка сейчас он переводит, поэтому с английского без проблем. Вот, вот это вот, ты тоже, не знаю, видите, да, видите? Вот эта вот форма информированного согласия, и тут двоеточен, да, вот эта вот такая большая такая вот табличка, что ли, да, я бы так назвал, это что? Это показывает дополнительно, что каждый участник клинического исследования, он, скажем, проводится под определенным номером, да, он лишен своих каких-то вот этих индивидуальных данных, там, фамилии, имя, отчества. В целом, только врач, ваш исследователь знает о том, что вы участник клинического исследования, ну, в идеале, да, и вы, да, потому что вся остальная информация, она передается, если спонсору, то только по определенному номеру. Это тоже очень важно понимать, потому что некоторые пациенты не хотят, да, чтобы кто-то знал, кто-то, ну, спокойно им к этому относится. И вот эта вот форма, она регламентирована 61-м федеральным законом, потому что все пациенты у нас, участники клинических исследований застрахованы, да, и вот эта вот страховка, которая регламентирована существующими нормативными документами, она, в общем, все пациенты, они вот именно имеют вот такой вот номер, да, вот такой сложный достаточно, здесь первая часть это именно относится к исследованию, к организации, к фамилии, имя, отчество, это здесь вот инициалы, просто дата рождения и код именно в исследовании. Так, я, наверное, перейду все-таки к презентации. Так, а где она? Да, сейчас раскрою. Ага. Так, да, я почему вернулся сюда, потому что тут нам была более структурированная история, и, ну, она такая компактная, и вы сможете сориентироваться проще и задать вопросы, если вам интересно будет. Индестрияционные данные мы с вами обсудили. Обязательно в информированном согласии есть информация по описанию лиц, которым будет это согласие предоставляться. Потому что если у пациента диагноз, например, пневмония, да, ему будет предоставлена информация, вот это информационное согласие именно по пневмонии, не будет ему предоставлено там по какому-то, не знаю, другому заболеванию. То есть вот это все в информировать согласии написано. Ведение это важная составляющая, она приятная для чтения, И что это вводит в курс дела? Актуальность проблемы, например, почему это лечится, почему исследование проводится именно при этом нозологии, потому что может быть и существующее лечение, оно недостаточно эффективное и так далее. Обязательно цель исследования сообщается, что конкретно врач-исследователь хочет или организатор исследования. Потому что, почему я сказал, что врач-исследователь для нашего учреждения, помимо многоцентровых международных клинических исследований, часто проводятся внутренние исследования. Наше учреждение это научно-исследовательский институт, да, и мы проводим разработки различных новых технологий, новых лекарств и препаратов. Да, и тоже все это проводится согласно существующим нормативным документам, и обязательно тоже пациентам предоставляется форма информированного согласия. Да, и поэтому, ну, вот здесь цель исследования, она обязательно описывает, что конкретно хочет, либо организатор клинического исследования, либо исследователь, либо спонсор там, да, вот-вот-вот найти. Описание исследования, да, это конкретно все-все-все-все-все-все-все составляющие. Отбор участников, как это будет проводиться, да, там, по каким критериям и так далее. То есть, это вот информация, это вот-вот-вот состав информированного согласия, он дается Всемирной организации здравоохранения, это рекомендуемая форма. Конечно, распределение этих блоков информированного согласия, оно может быть немножко, ну, отличаться от исследований к исследованию. Вот, и поэтому... Так, вопросик пришел. Так, это, наверное, не мне, да. Вопросик, ну, не мне. Вот. Какие важные аспекты, чтобы не на всех останавливаться, потому что у нас в конце я вам предоставлю телефон нашего отдела. Если кому-то понадобится консультация, касаемая информированного согласия, там, или другая какая-то консультация по клиническим исследованиям, вы мне позвоните, и мы с вами все это обсудим. Сейчас самое важное, что... Описание процедур. Да, вы всегда читаете описание процедуры, чтобы вы четко понимали, что там за процедуры будет и как они будут выполняться. Какое важное понимание еще, что это добровольное участие, что это... Вы сами согласны на это, вас никто к этому не принуждает. Важная составляющая это что? Это выгоды ваши. Что вы получаете, что вы можете не получать, потому что есть составляющая обязательно в форме согласия и риски участия в клиническом исследовании. Я призываю всегда пациентов понимать, что клиническое исследование это все-таки эксперимент, это все-таки исследование. Да, чтобы не было ощущения того, что это какая-то волшебная там таблетка. Да, это реально вот составляющая важных две, это что? Микропонда. Да, конечно. Две важных составляющих. Это, во-первых, участие в общем научном процессе, да, потому что участие пациента в клиническом исследовании это большой подвиг для развития современной медицины и науки. Потому что невозможно никак иначе доказать эффективность и безопасность препарата только при помощи клинических исследований. Поэтому все участники клинических исследований это, ну, наши герои. Это надо понимать. Вот. И кому-то это кажется важным, кому-то может быть неважным, но тем не менее это надо понимать. Дальше по поводу возмещения. Да, в нашем институте разработана программа, мы всегда, когда общаемся с заказчиками клинических исследований, обсуждаем возможности компенсации расходов там на такси, на питание и так далее. Поэтому вы это все должны обязательно обсуждать, с учетом того, что наш институт находится в небольшом отдалении от города. Да, для большинства пациентов одобрено уже такси, вы можете пользоваться такси-службой специальной, это вас всегда будет привозить, увозить, если вы участвуете в клиническом исследовании. Конфекциальность, это мы с вами обсуждали, да. Результаты исследований, это блок, который тоже важен, потому что иногда ваши биологические, вот, кровь, там, да, и какие-то другие, там, составляющие, отправляются за границу. И вот эти вот данные, которые мы получаем, они имеют не фамилии, имя отчества, а какие-то, ну, номерные показатели. И вы, когда просите у нас результат, мы всегда, ну, фактически всегда делимся с вами. Вот, и на них может не быть фамилия, имя отчества. Чтобы вы не удивлялись, чтобы вот это вот могли тоже обсудить с врачом, какие вы результаты получите, что там будет написано, это вот, 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 это важно понимать. Альтернатива, чтобы было понимание, обязательно у каждого человека, которому предложили клиническое исследование, что это не единственный способ лечения. Да, это один из немногих способов лечения, там, или из многих способов лечения, в зависимости от нозологии. И вы всегда должны обсудить с врачом и следователем, которому предлагают информированное согласие, что же еще, что какие есть еще варианты. Это, это важно. И составляющая еще одна из вот этих вот информационного листка, это с кем можно связываться. Сейчас я попробую открыть. Мы уже на примере пробежаться после того, как я рассказал про разделы, конкретные, да, информированные согласия, в чем заключается задача этого исследования. Я, ну, позвольте, не буду останавливаться конкретно на тексте, да, я просто пробегусь по разделам, да, обязательно ли мне принимать участие в этом исследовании. Да, ну, смотрите, самое основное, что написано, что нет, не обязательно вас не принуждает никто. Да, 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 право на отказ, это, это, так, это у меня вот право на отказ. Вы всегда, а я просто не договорил, вот, что вы всегда имеете право сказать, что все, я не хочу участвовать в клиническом исследовании, я вот не хочу и все. Даже можете не объяснять причину. Это просто, да, все очень просто. Я призываю к тому, чтобы, ну, вы давали, почему я сторонник того, чтобы вы давали осознанно информированное согласие, чтобы во всем, во всем разобрались, тогда вы не захотите просто вот так вот взять и выйти из исследования, потому что у вас, ну, будет какая-то причина, видимо. Да, потому что если мы даем, ну, это даже не относится к клиническим исследованиям, это просто в целом в жизни. Да, если мы даем неосознанно согласие на что-то, то мы потом и неосознанно свое согласие отзываем. Да, поэтому если мы осознанно разбираемся в вопросе, все взвешиваем, там, задаем кучу вопросов, подходим к этому процессу очень вдумчиво, то и потом, соответственно, и наши действия в этом процессе вдумчиво. Так, пробежимся дальше. Можно? Да, конечно. Значит, у меня, как всегда, когда я слушаю представителей уважаемых всеми институтов, у меня возникает вопрос. А как попадать-то на ваше информированное согласие? Где взять информацию о том, что что-то проводится? Потому что на уровне районных диспансеров и даже Березовой мы ничего об этом не знаем. И надо ли нам какое-то исследование, участвовать в клиническом исследовании или не надо? Есть какая-то на эту тему информация на сайте института или еще где-то? Я, наверное, в конце доклада, если позвольте отвечу на ваш вопрос, сейчас предваряю я скажу, что дам название сайта, на котором содержится вся информация вообще о всех клинических исследованиях, которые проводятся в настоящий момент в мире и в России в том числе. И у нас в институте сейчас идет модернизация сайта. У нас разработан уже алгоритм, как мы будем вывешивать информацию о проводимых исследованиях клинических. И поэтому в ближайшее время мы сможем уже участвовать, отвечать на ваши вопросы не просто вот так вот словами, а конкретно делами. Вы сможете на сайт нашего института выйти и увидеть. Это буквально дело нескольких недель. Но уже сейчас в интернете есть информация, я вам попозже немножко дам название сайта, и мы сможем с вами вот решить, как решить эту проблему. Так, итак, что произойдет? Это, да, мы дальше продолжаем разделы изучать информированного листка. Что произойдет в случае моего участия в исследовании? Описываются все-все этапы, да, что конкретно будет делаться во время обследования, во время лечения. Вы все это изучаете, вы все это смотрите. Я не буду останавливаться, потому что иначе у нас это может занять. Я в клинических исследования не могу день говорить. Поэтому я думаю, что нам это слишком много. Вот, да, дальше тут у нас вот такой вот листочек, обычно он вкладывается в информирование согласия, содержит все-все разделы и все-все диагностические тесты. Конкретно дни, сколько пациент участвует в клиническом исследовании, конкретно теми мероприятий и диагностические процедуры, которые выполняются. Это обязательно важно изучить. Я всех призываю, очень важно к этому, ну, очень ответственно к этому относиться, потому что помимо того, что у вас во время изучения информации по информированному согласию, по клиническому исследованию возникает ощущение, что вам предоставляются какие-то составляющие, вы тоже берете на себя какие-то обязательства. Да, если написано, что там, допустим, в 29-й день вам надо быть в центре, то вы должны свою жизнь немножко так вот спланировать, чтобы именно в 29-й день оказаться в центре, потому что на это запланированы какие-то мероприятия. На шепот перешел опять, да? Ну, такая вот тема интересная, знаете, вот, выходишь на шепот. Вот, вот это вот финальный пункт, да, я хотел на нем установиться, связь с лечащим врачом. В настоящий момент на территории Российской Федерации существует такой приказ 200Н, да, это приказ Минздрава, который предписывает в случае, если вы даете свое согласие о том, что врач-исследователь сообщает вашему лечащему врачу информацию о том, что вы участвуете в клиническом исследовании, мы должны это выполнить. Не раскрывается, правда, понимание того, что такое лечащий врач, да, потому что, ну, в вашем представлении там может быть лечащий врач – это какой-нибудь доктор какой-то коммерческой клиники. В нашем представлении, что это врач поликлиники. Поэтому обязательно вот эту ситуацию надо обсуждать с врачом-исследователем. Если у вас есть какой-то доктор, которому вы доверяете, с которым вы консультируетесь постоянно, вам обязательно надо сказать, что, вы знаете, вот у меня есть такой куратор, которому я доверяю, с которым я уже там какое-то количество времени, я хочу, чтобы вы сообщали ему, или я не хочу, чтобы вы сообщали. И после этого вы уже, если даете свое согласие об информировании вот этого врача, о вашем участии в клиническом исследовании, вы разрабатываете совместно с лечащим врачом своим, да, вот с врачом-исследователем, алгоритм, как вы сообщите, да, либо он по телефону сообщит, либо вам выдается такая карточка участника клинического исследования. Это все очень важно, потому что клиническое исследование – это не вырванный какой-то кусок, да, из жизни там или из чего-то, это какой-то определенный этап, да, у вас уже есть, когда вы приходите как участник клинического исследования или как человек, условно, кандидат для участия в клиническом исследовании, у вас есть уже какая-то история, и вам не надо отказываться от того, что у вас было, вам обязательно надо это все чтобы но переходило одно в другое и так самый такой вот документ где ставится подпись пациента это если там было все информационный листок это уже конкретно форма информированного согласия форме информированного согласия дается следующая информация если у вас в плане и в дизайне исследования есть какое-то дополнительное исследование помимо выдачи вот лекарств до например изучение биологического материала там например там оценка каких других там параметров то здесь это бывают такие блоки до где вы можете поставить либо подпись или поставить галочку просто крестиком и так далее я щас призываю вас всех прочитать вот этот пункт один да немножко вот вот вчитаться в него потому что это важно а вы не видите то я чувствую вам попробую сделать так еще секунду сейчас мы попробуем так видно да но так и так давайте я тогда попробую вам прочитать правда я схожу на шепот как мы поняли поэтому у меня было достаточно времени для того чтобы прочитать и обдумать эту форму изучить и или обсудить членами семьи друзьями или другими другим врачом независимым от исследования кроме того мной получены удовлетворяющие меня ответы на мои вопросы то есть и что мы из этого пункта делаем да то есть какой вывод мы делаем что обязательно для того чтобы дать вдумчивое решение вам но если у вас есть и люди с которыми вы хотите посоветоваться вам надо обязательно советоваться ну то есть это вот как и казалось бы что он простое решение подписать формы на форекс согласия но в целом желательно чтобы все это обсуждали почему потому что поддержка ваших друзей там семьи близких да она обязательно нужна важно дальше я принял решение участвовать в настоящем исследовании кроме того я соглашаюсь с тем что мои данные получены в ходе исследования в том числе состоянии мое здоровье моей расовой принадлежности могут использоваться и передаваться за пределы моей страны в целях изложенных в части 1 этой формы но цель исследования была вот 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 раньше там предоставлен да да совершенно верно да вы впрочем как как и вся остальная информация да она вот передается только под номером нет под фамилиями вещества конечно может быть формулировки вам покажется немножко сложными да в этом случае вы обязательно должны уточнять что имеется ввиду поэтому тут как вы сейчас мне задайте вопросы абсолютно то же самое абсолютно вот 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 не ничего там не не замалчивайте говорите как есть третий пункт я соглашаюсь с тем что мои данные получены в ходе исследований могут использоваться и предоставляться компания и другим другими исследователями для будущих научных исследований но тоже вы можете уточнить что имеется ввиду если у вас есть какие-то вопросы поэтому до пункта не слышу неестественно совсем все неестественно вы смотрите да вы вправе конкретно обсуждать каждый пункт то тут ничего такого нету если у вас есть какое-то сомнение вы лучше обсудите потому что но все весь этот механизм созданный под названием клинические исследования под названием вот этих нормативных актов а сейс gcp он в основном нацелен на защиту прав пациентов поэтому вот это если у вас есть хоть какое-то сомнение обсудить потому что в целом вы получите если но такой полный ответ на свой вопрос вы будете себя спокойнее чувствует на что любое скажем информационный вакуум он скажется только хуже потом дальнейшем поэтому лучше все сразу или в процессе исследования не факт что вы допустим можете там сразу сориентироваться во всем у вас могут быть возьми возник вопрос уже и по ходу исследований правильно вы участвуете в исследовании вдруг вы вспомнили а что-то я вот забыл то спросить не стесняйтесь спросить что куда мои данные там допустим уходит я что-то забыл об этом спросите спрашивать следующий пункт я понимаю что получаю обзор результатов исследований после его окончания его обновления по мере продвижения исследований это что значит что когда вы подписываете одну форму информированное согласие версия дают мы сейчас тут с вами наверх поднимемся это так вот сделаю здесь в новом форме согласия всегда есть какие-то версии до начинается обычно с первой версии или версии по датам в дальнейшем в ходе проведения клинического исследования появляется новая информация допустим информация по безопасности до информация которая может повлиять на ваше решение продолжать участие в этом исследовании ли не продолжать и вам врач и следователь будет предлагать подписать новую форму информированного согласия новую версию если кто-то принимал участие в клиническом исследовании больше года обычно но вот такая вот информация всегда подписывается иногда бывает чаще если препарат совсем инновационный но это как больше информации иногда пациенту будет у меня так это я отвечу это важный вопрос очень важный так и дальше тут то что пятый пункт я соглашаюсь тем что моему лечащий врачу сообщает о моем участии в этом исследовании на здесь конкретно вот в этом исследовании но планируется обсуждение с пациентом возможности сообщить то но вы в плане тоже то есть вы вправе тоже обсудить этот момент вы скажете вы можете сказать что не хочу вы можете говорить о своих желаниях и нежеланиях и самый важный вопрос что мне выдан экземпляр данного информационного листка и формы согласия на руки подписаны уже до один экземпляр воды как раз здесь у нас вопрос пришел очень интересно сколько по времени может находиться согласен в руках ровно столько сколько вам нужно для принятия решения до вас никто не тороп вы вправе вот столько времени держать его сколько надо но только единственно что надо помнить что клиническое исследование иногда проводится какой-то граничный период поэтому с врачем и следствием обсуждаете сколько там допустим вот это следует планируется привить проводиться вы обсуждаете ведь я подумаю и думаете столько сколько надо да но именно для того чтобы вы могли обсудить те вопросы которые нужно но не всегда скажем так из опыта могу сказать не всегда держание информированного в этого согласия листка информационного себя дома она влияет на понимание осознания может быть вам договориться этом как вот совету если вам дают информационный листок возьмите получить изучите его и договориться видеть к доктору с ним в процессе диалога задайте какие-то вопросы до обсудить все что вас интересует и снова возьмите паузу например да и договорить с ним на очередной визит придете обсудить снова там ну то есть лучше так потому что если вы оставите один на один с документом с этим который он там 30 страниц не факт что вы найдете ответа там да и но вот именно там вот что там написано потому что вы можете только но за зарыться в этом процессе поэтому проще с доктором и следствием переговорить он вам на все ответить вот как мне кажется наиболее интересная часть моего сообщения до поближе к микрофону сяду это какие обсуждаются вопрос этот список он взятую как раз от того самого сайта к которой я бы сказал самый основной по клиническим исследованиям то тот сайт где есть информация всех клинических исследований был вопрос из зала вот желательно если вы хотите запишите название вот этого сайта клинику травилс точка гоф ничего не видно сейчас подожди еще секунду извините прошу прощения так видно не очень так я вам на бумажку готов написать вы подойдете сюда заберете потом кому написать хорошо две бумажки напишу три бумажки напишу четыре бумажки нашим хорошо а тут если есть у нас интернет да мы можем с вами вместе выйти на этот сайт и покажу вам систему поиска куда че убивайте в целом там информация там убивайте россии у вас выходит все что есть поэтому тут это без проблем это но это на данный момент фактически единственная существующая такая полновесная база данных вот и так какие вопросы прежде всего можете взять любые вопросы да но вот конкретно на сайте клинику травилс точка гоф рекомендуется обслужать следующие вопросы что изучается да когда вам дают информированное согласие вы спрошите чего изучаете ну вот 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 цель вот этого всего почему препарат может быть эффективным или неэффективным но даже логичный вопрос простой но такой вот логичный который надо вот вот задавать как препарат был испытан ранее это вот то что я вам рассказал про фазы исследований да но вам все равно если даже первая фаза вы можете собрать информацию по доклиническим исследованием если это третья фаза вы можете спросить что было там в 1 2 и там фазах поэтому но спрашивайте это это важно потому что для вашего ощущения что все таки вот вот вы собрали максимум информации такие вопросы важны какая польза который я могу получить спрашивайте это важный вопрос мне кажется как формируется группа лечения тут как раз то что мы с вами обсуждали рандомизация да чтоб четко было понимание что если вы подписывать согласие в рандомизированном исследовании тогда там будет процесс рандомизация и в этом процессе да вот 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 как там все произойдет да ваши какие-то определенные плюсы и минусы чтобы вы сами уже приняли решение кто будет знать какое лечение я получаю во время исследования помните вы спрашиваете слепое да ну вот там знать не знает вот этот как раз тоже вы можете спрашивать не можете а ну можете и не может должны даже если вам хочется это узнать да спрашивать обязательно какие возможные риски обычные эффекты и преимущества сравнения с другим лечением тут я что хотел рассказать что есть разная группа препаратов до разная группа препаратов оказывает различные совершенно по обычные действия я не буду называть сейчас группы препаратов но тем не менее есть такие которые оказывают большое воздействие на кожу да и вот у нас были участники исследования это артисты да и для них когда мы с ними обсуждали то что вы вот не сможете работать потому что у этого препарата есть одно из побочных действий это такие яркие очень сильные высыпания да на коже в том числе и кожи лица они отказывались от участия в пользу того что они вот не хочу не буду потому что мне надо работать и для меня важнее работа поэтому вот это все вы должны спрашивать потому что но это те составляющих в вашей жизни которые врач следует не знает потому что кому-то может показаться это ерундой то что там какие-то там высыпания на лице а кому-то это кажется очень важная составляющая которая ну вот пересекнет желание участвовать в клиническом следу вот это что я должен делать потому что помимо того что клиническое исследование берет но организаторы клиническое следом берут на себя какие-то обязательства вам еще надо понимать что и вы должны сделать что вам допустим надо амбулатором приходить не за там несколько раз в неделю туда вот в центр там и и вот это вот но и и вы должны как-то вот опять наш опыт ухажем да хорошо тач welcomed спасибо так ну и как долго будет длиться исследование потому что сроки это тоже важно потому что бывают разные фазы исследования бывают разные но и и сроки соответственно этих исследований кто будет будет платить за исследование если это Международное многоцентровое исследование всегда платит заказчик исследования. Пациенты, участники никогда не принимают участие в оплате никаких либо процедур, никаких либо лекарственных препаратов и так далее. Это берет целиком, полностью на себя организатор клинического исследования. Бывают научно-исследовательские работы, когда они проводятся в рамках каких-то диссертаций и так далее, когда пациенту предлагается допустим выполнять какие-то сложные тесты, которые не выполняются в конкретном институте, в других местах и возможно пациент может принести какие-то финансовые растраты. Вот это все надо обязательно обсуждать. Но касаемо международных клинических исследований, это тоже важная составляющая, чтобы вы понимали, что никто никогда ни за что из пациентов не должен платить. Какое будет последующее наблюдение? Это важно. Почему? Потому что пациенты бывают участвуют в исследовании, получают какое-то количество циклов лечения. Это то, что относится к онкологии. А в последующем врач-исследователь раз в три недели, раз в месяц или раз в два месяца звонит постоянно по телефону. И это бывает иногда пациентов очень раздражает, назовем это так. И вам надо это, конечно, тоже будет обязательно обсуждать. Потому что если готовы, что вам будет врач-исследователь звонить регулярно и спрашивать, ну как ваши дела, или не готовы. То есть вот это тоже очень важно. Если я получу пользу, будет ли мне позволено продолжать получение лечения после завершения исследования? Это в чем? Бывает в первой фазе лечения вводится исследованный препарат один раз. И в последующие разы, вроде как, по дизайну исследований предполагается, что введения исследований препарата не будет. Поэтому тут надо все будет обсуждать обязательно с врачами-исследователями. Но это не относится обычно к третьей фазе. И наш этический комитет, он четко следит за правами пациентов, и у нас таких следов не проводится. Вообще, в целом, бывают такие исследования, но вам это надо будет обсуждать обязательно. Ну, опять же, давайте вернемся с вами к фазам исследования. Когда мы с вами накапливаем информацию по безопасности препарата, когда, в первой фазе, например, нам важно ввести исследованный препарат пациенту и определить, насколько это доза, которую мы выбрали, безопасна для пациента. В этом случае не планируется, допустим, введение исследований препарата в последующем. Мы вводим один раз, да, предупреждаем обо всем этом пациента, да, и вводим, получаем какие-то данные по фармакокинетике, по фармакодинамике. Это те данные, скажем, первая фаза – это очень важная составляющая для дальнейшей судьбы препарата. И поэтому тут смысл участия пациента может быть разный. Да, например, пациенты могут, ну, хотеть внести свою лепту в развитие современной науки, да, и медицины. Да, но это, может быть, кому-то важно, кому-то не важно. Поэтому вот по первой фазе там, ну, достаточно такая составляющая важная. Но, с другой стороны, препарат может оказать лечебный эффект, о котором в той или иной степени мы не знаем. Одноразовый, и впоследствии, что делает человеку. Вот, молодцы. Вот, поэтому я вам об этом пункте и рассказал. Все правильно, это очень хороший пункт как раз для обсуждения. И правильно то, что вы на это отреагировали. Потому что это обязательно надо отвечать, задавать этот вопрос и получать ответы. Потому что, если вы участвуете в исследовании, которое для вас оказало какой-то эффект, да, а в интересах, да, вот цель исследования – собрать информацию по безопасности, а ваши интересы немножко другие, вам надо, ну, узнать об этом и поговорить и принять решение. Как раз, чтобы это не было для вас, ну, вопросом в процессе уже участия исследования, а было, чтобы это на этапе подписания. Ну, вот, поэтому это хороший вопрос с вашей стороны. И почему я ее вывел? Потому что это действительно в практике часто встречаемое обсуждение. То есть, буду ли я получать, если мне там, допустим, будет хорошо, а у вас по плану уже отсутствует исследование в дальнейшем. Так, дальше. Будут ли результаты тестов предоставлены мне? Это я вам вкратце рассказал, потому что они иногда могут быть предоставлены под какими-то, там, номерами, например, да, подойди пациентов, а иногда они могут быть, ну, в выписке, да, вот, конкретно справки выписной для пациентов. Вот, дальше уже пробегусь немножко побыстрее, потому что уже, наверное, подустали. Уже немножко, да? А? Еще нормально? Держитесь? Потому что... Хорошо, слушайте, ну, потому что вы смотрите, там, если хотите, можем перерваться, поговорить как-то отвлеченную, там, на вопрос-ответ, и потом вернуться к теме, потому что я прекрасно понимаю, что все вот эти нормативные обсуждения, они могут быть достаточно муторными, а тут вы скучными. Давайте, да. Бывают ли исследования, когда препарат помог, но исследование закончилось, но пациенту продолжают давать этот препарат? Да, да, обычно, вот, как раз тоже наш стилический комитет, да, обязательно отслеживает право пациентов и именно интересы пациентов, да, потому что это, если препарат у нас... У нас есть исследование, которое проводится уже 4 года, уже и сам бы организатор клинического исследования был бы, брат, его прекратить. Но, тем не менее, пациенты получают лечение, потому что это в их интересах, и... Ну, это я пошутил по поводу того, что организатор был бы, брат, но имеется в виду, что все равно права пациентов, они стоят на первом месте. Да, и пациент, ну, насколько я знаю, никогда такого не бывает, что пациенту скажут, что все, прекращаем. То есть, если препарат доказал свою эффективность, если препарат доказал свою эффективность и безопасность, то тогда лечением обеспечивается пациент. Бывают случаи следующие. Если в процессе клинического исследования появляется какая-то новая информация, что препарат небезопасен, тогда об этом сообщается пациенту, и тогда вот исследование может прекратиться. Понимаете, да, разницу? Ну, то есть, там, допустим, мы где-то узнали о том, что в каком-то там регионе, допустим, вот получающий препарат пациента, так вот среагировали, да, мы об этом сообщаем, и спонсор принимает решение прекращения исследования. Это я говорю о многоцентровом международном исследовании. Вот еще вопрос. При принятии решения идти на исследование или нет, будет ли у человека информация, допустим, исследование началось, препарат мне лично, ну, кому-то лично помогает, но будет ли он выдаваться дальше или нет, зависит от результатов исследований, да. Вопрос, как быстро получаются результаты исследований, знает ли человек в самом начале, когда будут у ученого результаты эти, чтобы принять решение, будет дальше даваться препарат или нет. Так, давайте я попробую, как я понял ваш вопрос. Давай согласие. Давай согласие. Вот именно на этапе давания согласия. Будет ли дальше ему выдаваться препарат? Так, в общем, смотрите, давайте в общем и целом я отвечу, потому что, наверное, препарат дается только в том случае, если он эффективен. Не, ну как заколдованный круг, потому что все делается так, чтобы информация, ну, достаточно оперативно получалась. Такого нет, что там вот эта информация, она накапливается какое-то, не знаю, там время, там три года, и только потом мы об этом узнаем. Нет, такого нет. Все достаточно оперативно. По современным стандартам в целом, да, вся ответственность за ведение пациентов, участвующих в клиническом исследовании, лежит на главном исследователе, на враче-исследователе. Этот, кто бы ни был организатором клинического исследования, все равно врач, исследователь и главный исследователь, они ответственны за процесс лечения. Если они смотрят, что препарат неэффективен, да, то они, соответственно, и отменяют дальнейшую терапию. Если они видят, что препарат эффективен или есть перспективы этого препарата, то они, ну, предлагают дальше продолжать лечение пациенту. Какие-то спорные случаи. У нас есть возможность врачей-исследователе обратиться к медицинским мониторам, или там, либо каким-то другим консультантам, для того, чтобы понять, как лучше себя повести. Поэтому вот в целом такая вот концепция. Я ответил на ваш вопрос? Я ответила на самый начальник, вы знаете, что там надо. А это зависит от вас, я тоже вам отвечу в общем, потому что если вы имеете какой-то вопрос, вы конкретно задаете его, и вы все будете знать. Ну, то есть однозначно ничего, ну, как, если только не слепое исследование, да, все остальное вы можете узнать. Ну, то есть вы, если вы конкретно задаете вопрос, что я буду получать, нет? Не в ту сторону я двигаюсь, да, в ответить на наш вопрос? Патяна Ильичевна. Насколько я понимаю, вам предлагается, предположим, участие в каком-либо клиническом исследовании. И будут говорить, вы можете попасть либо в один руках исследования, будете получать один препарат, либо второй препарат. Но вы должны будете каждые два цикла проходить обследование. И если у вас по международным критериям будет зарегистрировано прогрессирование, то вы будете сняты с участия в этом клиническом исследовании, препарат вам выдаваться не будет. Если же у вас будет стабилизация или регресс, вы будете продолжать участие в этом клиническом исследовании столько, сколько вам будет помогать этот препарат. Или токсичность будет приемлема. Но вы сразу знаете, вы включаетесь в исследование, будете получать, если по данным компьютерной томографии у вас не будет прогрессирования. У конкретного пациента? Нет, нет, только у конкретного пациента. Но если вдруг появляется информация где-либо в каком-либо центре, что у этого препарата есть непереносимая токсичность, чтобы не рисковать всеми остальными пациентами, лечение может быть прервано у всех пациентов. Но это бывает крайне редко. Ответили на ваш вопрос? Да. У меня такой конкретный вопрос. Я даже приведу пример. Например, клинические исследования третьей фазы, иммунотерапия и стандартная химиотерапия. Например, мы попали в группу химиотерапия. И вот мы прошли все курсы химиотерапии. И, например, нам не помогают химиотерапии. Нас могут перевести на иммунотерапию в рамках вот этой программы? Или мы просто слетаем с программы и все? Ну вот, например, на иммунотерапию. Я понял ваш вопрос. Вопрос частый. Действительно такой злободивный вопрос. Вот это интересно, то есть нас переведут дальше или мы просто слетаем с группой и все? Универсального ответа на ваш вопрос нет, потому что это зависит от дизайна исследований. Потому что бывают исследования, когда при прогрессии заболевания на стандартной терапии пациента переводят на исследованный препарат. Бывает такое. Бывает, когда, вот просто, как вы говорите, слетает пациент, и начинается вторая линия химиотерапии. Но в этом случае, да, это не значит, что что-то там закончилось. То есть нам могут предложить как вторую линию, например, переход на иммунотерапию. Потому что я так поняла, что выборка компьютерная только. Там даже человеческий фактор, ну, не уничтожен. Нет, внимание, смотрите. Мы говорим с вами, что у каждого исследования есть свое определенное назначение. Да, сейчас, секундочку. Я опять пытаюсь найти ту самую форму информированного согласия. У каждого исследования есть своя определенная цель. Если конкретно мы говорим, ну, как пример, да, вот здесь вот. Да, здесь у нас на основе препаратов пластины в первой линии терапии. Здесь вот то, что вы обсуждали, что есть какой-то препарат Ш, там, со стандартной химиотерапией. Да. И вот, допустим, пациенты, попавшие в стандартную химиотерапию, спрогрессировали, и они хотят поучаствовать в препарате Ш. Да. По дизайну вот этого исследования нету такой возможности. Бывают исследования, которые предлагают пациентам, если вы спрогрессировали на стандартной химиотерапии, то вы можете попасть в препарат Ш. Да, но, к сожалению, вот универсального ответа… Это решается конкретно пациентами этой программы. Это надо обсуждать заранее, не дожидаясь прогрессии заболевания. Если у вас слепое исследование, потому что, ну, наверное, один из самых таких последних, да, вот у меня на памяти случаев разговоров пациентов, который вот участвовал в клиническом исследовании, и у него была претензия к тому, что вот он участвовал в слепом, рандомизированном исследовании, в двойном слепом, да, он ожидал, что он участвовал в получении исследуемого препарата, он где-то прочитал информацию, очень поверил в этот исследуемый препарат, а мы, ну, он попал в группу не исследуемого препарата. Мы об этом узнали только когда пациента вывели по прогрессии заболевания. То есть бывает так, пациент участвует в исследовании, мы его лечим, мы сами не знаем, да, что он получает исследуемый препарат или же какую-то стандартную терапию, отмечаем прогрессию заболевания, после этого, для того, чтобы понять тактику дальнейшего ведения пациентов, обращаемся к спонсору, да, к заказчику исследования или к организатору исследования, что же получал пациент, да, и мы понимаем, что он получал стандартную терапию. И здесь мы уже начинаем решать вопрос. Конкретно вот с этим пациентом у нас ситуация такая, что мы нашли ему в РОНСА, да, лечение в рамках второй линии химиотерапии, в рамках второй линии терапии, вот, и он получал ту самую терапию, которую вот надо. Все, я поняла. То есть в КАРОНСА, РОНСА, ну, это в Москве, у нас этого исследования не было, мы предложили ему участвовать в РОНСА. Ну, вот так вот. РОНСА – это российский онкологический научный центр. Спасибо. Поэтому вот это вот, как, если есть желание участвовать в клинических исследованиях, вот помните, я вам давал название сайта, там вся эта информация есть. А. Так, хорошо, мне сказали, что у меня не так много времени осталось, поэтому, уважаемые друзья, я к чему призываю, да, тут у меня идут еще те вопросы, которые вот можно обсуждать, о которых можно не обсуждать. Я самое, что вот хотел бы вас попросить, в это вот две минуты, мне только как раз и хватит. Кто может? Вот, прочитайте, пожалуйста, это всего-навсего там одна треть одного листа информированного согласия. Какую просто идею хочу до вас донести, вот в простом потом поймете. Прочитайте, пожалуйста, сами я не буду вслух. Всем видно? Как кто-то прочитает, пожалуйста, поднимите руку. Так, я тогда вот там увидел поднятую руку, я по этому потихоньку начну говорить, с учетом того, что у нас лимит времени есть. В среднем это одна треть листа занимал. Вот у меня лично, для вдумчивого... Так, извините, пожалуйста. В среднем это одна треть листа, и для вдумчивого чтения у меня лично, да, у доктора, который занимается этим последние 10 лет, занял почти 2 минуты. То есть на один лист это занял там, ну, 6 минут. Да, причем текста, которого он для меня понятен в целом. Да, таких 30 листов. То есть это 180 минут без такого бесперерывного вдумчивого чтения. Как вы понимаете, это очень сложная работа. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, когда вам доктор-исследователь предлагает изучить информированное согласие, изучайте его. Не говорите, что вы готовы там подписать, не глядя. Не надо. Почему? Потому что вы, по меньшей мере, лишаете себя какую-то информацию, а во-вторых, вы немножко подвоите доктора-исследователя. Да, вам надо обязательно все это изучить. Ну вот. И обязательно вам надо... Вот, например, вот мы все прочитали вот этот текст, а сейчас внимание, вопросы. Да? Вот по этому маленькому кусочку. Да, это вот как вот, там, например, кто запомнил, сколько циклов лечения планируется? Молодцы! И как часто нужно быть в центре? Кто помнит? Молодцы! Сколько времени заполнять вопросник? Молодцы! Какой этот опросник? Какой? Электронный я слышал. Молодец ты человек, который запомнил, что это да, электронный какой-то. Согласны, чему будет назначена терапия? Чем дальше, тем сложнее. Согласен. Какие препараты перечислены? Пиметриксет. Какие еще два? Молодцы! Ну вот, молодцы! Вот, понимаете, вот это хорошо, да. Но обратите внимание, что это одна треть листа, да. От таких там 30 страниц. Поэтому в целом, вот мы такую картинку придумали, чтобы у вас не было все-таки, да, ощущения, когда вы участвуете в клиническом исследовании, что вы как титаник какой-то идете на встречу айсбергу. Не надо, вы должны все изучить, вы должны все знать, вы должны понимать, что все на вашей стороне, все права на вашей стороне, что врачи и следователи вам предоставляют всю-всю информацию, что у вас в информированном согласии есть все телефоны, включая телефоны локально-этического комитета, локально-этический комитет, наверное, в свое время, когда-то, да, вот на школе, может быть, пациентов там выполнить, да, какой-то такой специальный там курс. Да, специальный курс о том, что это та важная структура, которая стоит на стороне ваших интересов, отслеживает весь этот механизм проведения клинических исследований. И поэтому, когда вы решаете вопрос, участвуйте, не участвуйте, изучите все, не будьте в каком-то незнании. Спасибо за внимание. Тут единственный вопрос. Какие риски покрывает страховка? Когда вам выдают полис медицинского страхования участвующего, пациента, участвующего в клиническом исследовании, там подразумеваются риски от проведения клинического исследования. Да, если пациент страдает от заболевания, от прогрессии заболевания, да, то страховка это не покрывает ток. И в случае, если неправильно написан дизайн исследования, да, если препарат оказал какое-то воздействие на организм человека, который, ну, не предупреждали, не говорили, не обсуждали. Вот в таком случае, наверное, покрывает страховка. Но в целом это, наверное, уровень даже не моего ответа. Алгоритм следующий. В случае, если у вас есть претензия какого-либо порядка, да, вы обращаетесь в страховую компанию, страховая компания уже проводит, согласно своим каким-то нормативным практикам, выяснение обстоятельств, является ли это страховым случаем или нет. Поэтому в целом, да, и в этом даже случае, вы всегда имеете, ну, достаточно хорошую поддержку. Министерство здравоохранения очень следит за правами пациентов. Поэтому в нашей стране я считаю, что участвовать в клинических исследованиях – это хорошо. Навсегда надо участвовать осознанно. Да, конечно. В каких случаях имеет вообще смысл соглашаться? Я вот так и не поняла, честно говоря. Первый вопрос был, кто же все-таки предлагает, в каких случаях, да, врач, какие врачи могут предложить. Или только вот единственный вариант – это ищем на сайте, например, находим для себя какую-то интересную группу или исследуемый препарат, и туда мы включаемся, да, и, ну, сначала с этим. Так, ну, давайте поэтапно. Если у вас есть вообще желание собрать информацию, скажем так, о проводимых клинических исследованиях, вы обращаетесь к врачу, который, например, если мы говорим про наше учреждение, да, к нашему врачу-химиотерапевту. Наши врачи-химиотерапевты обычно информированы. У нас есть, ну, если в нашей поликлинике, Борисе Сергеевичу, мы сейчас активно работаем, там есть информация у врачей, от тех клинических исследований, которые проводятся в нашем учреждении. И в целом вы можете задать конкретно вопрос, а какие проводятся сейчас исследования вне онкологии Петрова. Нет, но шутки этому учреждения, нет другого региона. Ну, так, вот вы умеете задать вопросы, от которых, кстати, это не очень уютно. Смотрите, давайте мы с вами, ну, гипотетически предположим, допустим, есть пациент, который находится в каком-то регионе Российской Федерации, и он просто хочет изучить возможность участия там своего родственника или свое собственное участие в клиническом исследовании. В этом случае у нас есть два сайта. Да, сайт, который я давал, clinicaltrials.gov, и второй – это grls.rostmindздрав.org. Ну, это вы можете вбить в поиск grls и посмотреть. Там есть список всех одобренных в проведении в Российской Федерации клинических исследований. И можно подобрать. Есть еще возможность, наверное, обратиться к нам в учреждение и спросить, да, ну, к врачам, да, помогите, пожалуйста, подобрать исследование. Я не очень знаю, как в других учреждениях, честно, потому что, ну, как я вам говорил, сам по себе институт клинических исследований, он, ну, вот работает по этим правилам 20 лет. Это не так много, с одной стороны, с другой стороны, вроде как много. Но в последнее время динамика достаточно такая сильная, да, меняется правило, и вот эта информация становится все более открытой. Если вы воведете сейчас в интернете, там, клинические исследования при, там, допустим, о вашем диагнозе, там выйдет большое количество предложений, потому что есть какие-то другие центры, да, которые выкладывают уже эту информацию. Поэтому, ну, и у вас есть всегда возможность, уважаемые друзья. У нас на сайте есть мой e-mail, да, вы всегда мне можете написать по почте, да, что вы ищете исследование в такой-то, допустим, части, да, там, России, например, там, вот при такой-то мозологии. И все, что я могу, я вам предоставлю, да, ну, по меньшей мере, эту базу данных, которая у нас есть общая, да, я вам дам ссылку, вы сможете сами изучить вопрос и принять решение. А это должен человек искать вот в тот момент, когда ему предстоит лечение, или вот, например, он пролечился, находится там, ну, стабилизация, допустим. В какой момент-то нужно вот в это участие? Или тогда, когда предстоит лечение, и вот можно попробовать, тогда получится либо стандартный будет протокол применяться, да, либо... Есть человек, который пролечился, да, и в состоянии ремиссии. Он будет, сейчас пойдет на сайте и решит, ну, надо бы мне куда-то в какое-то, значит, клиническое исследование попасть. Так, что ли? Получается, что так. Не, ну, подождите. Или кто направляет на клиническое исследование? Я зашла на сайт, у меня ремиссия, и что? Я прошлась по клиническим исследованиям, решила, вот номер третий мне нравится, пойду-ка я. Это как вообще? Так, что ли? Ну, смотрите, вы немножко оптимизируете, скажем так, под себя висит процесс. Хорошо, хорошо, нет, давайте мы с вами вот сейчас и выясним, как это все происходит. Потому что, если вы, допустим, в интернете находите какую-то информацию по клиническому исследованию, да, например, да, вы обращаетесь в центр, ну, как вот, например, нам иногда пишут пациенты, говорят, у меня такой-то диагноз, там, я, допустим, получил такую терапию, есть ли у вас такое-то исследование? Мы отвечаем следующим образом, мы говорим, да, у нас сейчас проводится лечение, там, такое-то, 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 но, но, внимание, дайте я сейчас отвечу, подождите, я вижу, что вы уже встали с микрофоном, готовы там я парировать, но я пока не рассказал. Но, да, мы всегда говорим, что решение о возможности участия пациентов в клиническом исследовании принимается при очной консультации. Невозможно заочно сказать, подходит пациент, не подходит. Есть всегда для клинического исследования так называемые критерии включения и исключения. Каждый пациент, приходя на консультацию, имеет с собой, допустим, гистологический материал, какие-то выписки о проводимых раньше исследованиях и лечениях. И врач-исследователь, да, смотрит, подходит ли это исследование для этого пациента, да, то есть, прежде всего, в таком алгоритме смотрится. Вот есть у нас исследования какие-то, да, которые мы проводим. Вы приходите со своими документами, и мы говорим, что, знаете, вот у нас есть, допустим, два исследования, которые вот проводятся, да, согласно вот тем данным, которые вы нам предоставили. И вам, возможно, да, вот эта информация будет интересна для ознакомления. Ну, примерно в таком ключе. Это первая часть вопроса. Сейчас. Ну, давайте, ладно, задавайте. Как я, как пациент, вообще могу понять, нужно мне какое-либо исследование или нет? Глубоковажаемые друзья, я могу сказать, как врач, который ведёт приём на амбулаторном звене, если в том или ином медицинском онкологическом учреждении есть клинические исследования, то, безусловно, и по критериям включения вы подходите, вам врач сам скажет, что вам показано или же скажет, вот в соседнем центре есть такое клиническое исследование, обратитесь. Другая ситуация бывает, когда, например, где-нибудь, ну, в удалённом-удалённом уголке нашего... Я говорю со всей ответственностью, мои хорошие, дайте я это говорю. Если врач знает, что есть клиническое исследование, вам его предложат. Если нет клинического исследования, вам его не предложат. Всё. Нет, значит, этого клинического исследования попросту нет, их не так много. А там, где есть клиническое исследование, там предложат. Или врачи не знают. Нет, врачи сейчас все знают. Да, я хочу сказать, что это на самом деле правда. Лично мне Татьяна Юрьевна предложила клиническое исследование, когда я первым раз была у неё на приёме. Она работает в НИИ Петрова. Да. Ну, значит, нужно прийти в НИИ Петрова. А у меня вопрос с Артёмом Николаевичем. Вы говорили, что дадите какой-то телефон, по которому можно поговорить о клиническом исследовании. Да. Да. Вы можете его озвучить? Можно я просто из жизни расскажу? Потому что мы сейчас находимся на клинических исследованиях. Подождите, подождите. Кстати, ещё раз говорю, первый раз мне на Берёдовое не предложили клиническое исследование с вами. Я ничего не просила. Вот случай из жизни дамам, которые спрашивают. Значит, у нас рак лёгкого, четвёртой стадии. Нам нужно было принимать решение очень быстро. Мы сходили на две консультации. Естественно, по препарату мы ничего не понимаем. И просто довериться врачу. И всё. Тому врачу, которому вы доверились, надо идти туда на клинические исследования, которые вам предложили для вашего заболевания. Всё. Вот я считаю так. Как мы и поступили. Так, у нас время уже. Рекламент ещё. Ну, я предлагаю запишите почту. Артём Николаевич, да, информацию ещё. Мы переходим уже к психологической части. Я по почте электронной продиктую. Она спокойно такая попростая. 333 цифрами. Такая там цифрами. 333-111-собачка-mail.ru. Это специально, чтобы телефон уговорить. Её удобно. Да, и телефон мобильный мой. Да, плюс 7. 911-923-3103. Это в какое время? Ну, в рабочее время звоните. Да, если не смогу, я потом перезвоню. 923-3103. Артём Николаевич Полторацкий. Ну, предпочтительно никак. Если у вас есть какой-то вопрос, то пишите лучше по электронной почте. У меня будет больше возможностей просто вам ответить, допустим, дать ссылку куда-то там. Сейчас, да, просто, ну, с учётом того, что... Ну, давайте последний вопрос. Давайте. Нет, нет, я конкретно хотела. У нас мутация гена, резкая форма, рост. Мы хотели бы снять технические стены в городе Санкт-Петербурге при каком этапе в городе Санкт-Петербурге. Окей, я понял. Ну, мы с вами тогда индивидуально переговорим. Можете описать ещё раз очень в общем, просто вот такими пунктами этапы человека, вступив в шоу-исследование? Какие этапы? Вот глобальные. Пришёл на консультацию? Хорошо. В общем, да. Прежде всего, первая консультация. Да, это тот этап, вот, о котором мы сейчас говорили, он вызвал у нас такую достаточно, ну, скажем, активную дискуссию, да, куда же пойти, чтобы понять, там, подходит, не подходит исследование, смогу ли я участвовать, не смогу. Но мой вам совет просто приходить на консультацию вне онкологии Петрова. Да, что я вам ещё могу посоветовать? Потому что я чётко знаю, что мы, да, врачи, которые тут работают, знают хорошо ситуацию, которая есть в России, да, те исследования, которые проводятся в России, и хорошо мы знаем ситуацию по исследованию, которые проводятся в нашем учреждении. Да, это мой первый вам совет, первый этап. Вы пришли на консультацию к нашему врачу какому-то и говорите, что вот я бы хотел рассмотреть вопрос о возможности участия в клиническом исследовании. Не для всех нозологий, не для всех заболеваний проводятся клинические исследования, надо понимать, да, Потому что есть, допустим, одно заболевание, по которому проводятся три исследования. Есть другое заболевание, по которому не проводится. Потом, например, по первой линии проводится по трём нозологиям. Вот первой линии, помните, да, мы с вами обсуждаем, что такое? Помните? Да, вот допустим, по первой линии у нас всё, там вот есть много чего, каких-то нозологий. По третьей, по четвёртой линии, по второй линии бывает, что исследований нет. Поэтому надо понимать, что не всегда есть возможность участвовать в клиническом исследовании. Не потому, что это центр плохой или врачи вам не дают информацию, а просто в целом информация, которая необходима научному сообществу, она в этом конкретном моменте времени не собирается. Потом вам предоставляется информация по клиническому исследованию, вы обсуждаете с пациентом, даете предварительное свое согласие и желание изучить этот вопрос. Вам дается информированное согласие. Это тоже определенный этап, мощный, большой, важный этап, потому что вы берете это информированное согласие и изучаете его. Как мы с вами сейчас только что посчитали, что это минимум 2-3 часа чтения просто такого вдумчивого. Для того, чтобы это все сделать, скорее всего, вам не надо находиться у нас в институте, вы берете информированное согласие, держите это согласие столько, сколько вам надо, чтобы его прочитать, изучить со всеми. Если вы принимаете решение об участии в клиническом исследовании, сообщаете об этом врачу-исследователю, назначаете какое-то определенное время, приходите, подписываете это информированное согласие, и с этого самого момента вы становитесь участником клинического исследования. И здесь у вас начинается этап, так называемый скрининг или отбор. Это дополнительное исследование, потому что при первом нашем своем общении или при первом общении с врачом-исследователем вы можете предоставить только какую-то часть информации о себе. Но для того, чтобы понять, подходит вам это исследование на самом деле или нет, и оценить все критерии включения и исключения, вам надо провести дополнительное исследование. Это называется скрининг. После этого обычно проводится этап так называемой рандомизации. Вот то, о чем мы с вами обсуждали. Распределение пациентов в ту или другую группу в случае, если действительно вам это исследование подходит. А дальше уже этап лечения. Ну а дальнейший этап, там, это все зависит от циклов лечения, ну и по дизайну. То есть общий этап я вам перечислил. В общем, все понятно, все по полочкам в конце я вам разложил, Артем Николаевич. Спасибо огромное за такую интересную информацию, потому что очень многие об этом не знают, это нужная информация. Если что, мы к вам будем обращаться. К вашим услугам, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое.